Приветствую вас, Валерия. Вы знаете, я, пожалуй, скачу не очень приятную вещь, но это правда, что вы делаете своего мужчину таким. Он прав. Прав, потому что вы своим поведением, своим попустительским таким отношением к себе формируете у него позицию вседозволенности, избалованности, безнаказанности, эгоизма чрезмерного, попустительства и так далее. Вы формируете ему позицию агрессора. Позицию агрессора, причем такого достаточно сильного. То есть это достаточно сильного агрессора. И вопрос, вопрос, который, мне кажется, вам нужно себе задать. А это вопрос, почему я в этом нахожусь? Почему я позволяю так вести мужчине с собой ему? мне кажется, что это очень важный такой момент, на который вам желательно ответить. Конечно же. Себе. Вот. Дальше. Значит, вы говорите, что не понимаете, как вы будете дальше одна. Не понимаете, как вы будете дальше одна, чтобы что? То есть, чтобы что вы хотите делать одна. Почему вас это пугает? Почему вас пугает то, как вы будете дальше одна? Мне кажется, что на этот момент вам крайне желательно найти бы ответ вам. То есть, вы чего-то опасаетесь, вы чего-то боитесь. Практика психотерапии говорит, что человек боится одиночества. Вот. Человек не уверен в себе. Вот. И, соответственно, есть проблемы с самореализацией. Вот. То есть, я бы здесь, ну вот, наверное, такой бы дал ответ вам. Вот. Значит, написали вы много всего. Вопрос свой вы не задаете. Валерия, вы просто описываете историю, ну вы просто описываете определенную историю. Вы описываете позицию жертву, которая недооценивает себя, вот, который боится одиночества. Вот. И который сомневается в том, что он всего-то стоит. Вот. Без другого. Вот. Поэтому, поэтому, я думаю, если это так, если я прав, то, ну, соответственно, можно поисследовать. Дальше этот момент, и посмотреть, по какой причине вы все это терпите. Разобраться в себе, увидеть, увидеть, чего вы, например, по итогу боитесь. Вот. И с этим уже можно будет работать. Мужчина не изменит своего поведения, своего отношения к вам до тех пор, пока вы не измените своего отношения к себе самой. К сожалению. И вам нужно почитать про фидомазихистические отношения, про созависимые отношения, вот, и работать в позиции жертвы. А, треугольник Карпмана еще, ознакомьтесь с треугольником Карпмана. Вот. Вам нужно все это изучить и в этих направлениях работать. Потому что именно это все в совокупности составляет ваши проблемы. Вот. Я бы, конечно, хотел прояснить еще момент того, с какой целью вы обратились к нам, к нам, на сайт. То есть, ну, что-то вы хотите, как, у вас есть какие-то пожелания, у вас есть какие-то, ну, какая-то есть цель. А, с которой вы обратились к нам на ресурс. Вот. То есть, с чего вы хотите от психологов-то собственного. Потому что обоего человека, а вашего, мы не поменяем. Это нереально сделать. Ну, только если он сам, к примеру, этого не захочет. Вот. А после вы описываете, это классическое поведение тирана. Это классическое поведение такого садиста, который пытается вывести на эмоции, и только эмоциям этот человек, собственно говоря, верит. Вот. Ну, это, я бы сказал, классика, классика, классика жанра, я бы сказал. Вот. Другой вопрос, другой вопрос заключается в том, что вы собираетесь с этим делать. Потому что, как я сказал, парень, он не изменится. Вот. Сам по себе, сам по себе парень не изменится. Вот. И, соответственно, если вы хотите, чтобы у вас, вот, ну, сто-то, изменилось, если вы хотите, чтобы у вас что-то изменилось. Вот. То вам нужно, ну, менять что-то в себе. Значит, что-то в себе самому. Вот. Иначе нужно, конечно, выслать самооценки из того, чтобы, я так полагаю, полагаться на себя. Ну, то есть, чтобы, вот, столько на себя полагаться и больше не на кого. Вот. Мне кажется так. Другое дело, что, да, вам будет это сложно сделать, другое дело, что вам будет это сделать тяжело, но психолог вам может в этом помочь. Вот. Вот. Ещё раз. Что делать, чтобы что? Вы говорите, вот, не знаю, что делать. Что делать, чтобы что? Это, это первое. Вот. Вот. И второе, это, вот, цель. Цель. То есть, вот, цель отвращения вашего к нам, ну, к специалистам. Вот. Я думаю, что это очень важно, чтобы вы, ну, поняли, что вы хотите. Вот. Вот. Вот нам. С коллегами. Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что вам помог. Обязательно обратите внимание на все аспекты, которые я озвучил. это очень важно. Вы можете и, наверное, должны ради себя изменить ситуацию, изменить её к лучшему. Вот. Сделать её более дружелюбной по отношению к вам. Но, только вы в силах изменить свою жизнь к лучшему. За вас мы этого сделать не можем. Вот. Поэтому, если вы ознакомитесь с треугольником Карпена, с созависимостью, вот, то вы получите представление о том, что с вами происходит и всё с этим делать дальше. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если остались дополнительные вопросы, пишите в личку любому из специалистов. Мы будем рады помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Постарайтесь ответить себе на вопрос, почему вы снова и снова подходили к нему мириться, и почему терпели его насилием нарванным. Вот. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.